добрый вечер всем рад всех видеть сразу проверяю кто у нас в наличии а кто не подключился я вижу что была тернопольская натали по моему тоже да почему то она исчезла у меня такая большая проблема исчезла моя старая подопечная из киева да тоже на тоже натали какое-то время назад пропала и нет ее я пытался разыскивать ее короче хочу чтобы вы все знали что я ко всем отношусь так сказать с личной любовью каждому вот и все мне все мне дороги очень и поэтому стараюсь чтобы ваше время не пропало и чтобы мы могли с вами что-то существенное ухватить и давайте а может быть наши усилия помогают так давайте мы еще раз скажем что мы во имя успеха наших воинов во имя выздоровления раненых и во имя возвращения пленных люба бад михаэль моя жена ушла из жизни два года назад и хочу сказать вам что я продолжаю солдатами на психологической поддержке очень много русскоговорящих которые приходят поговорить не вот это не растерянные люди совершенно не очень уравновешенные и спокойные вот но то что касается русских русскоговорящих я хочу вам сказать что у меня все время остается впечатление такое не знаю как сказать по-русски сейчас сообразим с вами на нашим ирки им как как это сказать люди у которых юли у которых есть моральные ценности которые готовы их отстаивать это то что я вижу среди русских есть много из интеллигентных семей занимают командные посты на своем уровне в армии очень ответственные я просто просто горд за них просто горд за них а приехать вот так или даже родиться здесь в семье русскоговорящих и вот так вот иметь такой стержень еврейский стержень это это потрясающе это потрясающе и вот теперь мы с вами с вашего разрешения вернемся к мишлей потому что мне кажется все таки это самая главная задача если даже прошлый раз я попытался с вами проанализировать как-то события не знаю мне интересно я все время над этим думаю разговариваю с кем-то но может быть прозвучал неубедительно но вы меня тогда извините ищите тогда что-то сами найдете поделитесь хорошо мы с вами возвращаемся к мишлей да вот почему-то у меня открыто здесь несколько несколько хотя должна была быть открыто одно у меня открыто несколько почему это так секунду 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 сейчас я должен должен найти неожиданно у меня здесь так я начинаю понимать в чем дело все с божьей помощи сейчас да и бог вот так и да мы видим да вот значит значит как то мне нужно себя поместить так чтобы я никому не мешал вот сейчас мы закроем все лишнее сделаем большое сделаем большое окно и побежим с вами по по тексту секунду так да я хочу немножко вернуться назад тут понимаю к ну как назад к той главе которую мы с вами разбирали к шестой главе да и вот попытаться все таки убедиться с вами вместе что именно об этом говорит сайт шламо что здесь есть очень тонкие построения психологические ходы и переходы и если просто читать как бы в лоб напрямую то мне кажется это почти бессмысленно потому что это просто как бы на такое наставление даже несколько 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 примитивно да вот давайте еще раз сын мой если ты поручился за ближнего твоего ударил по рукам за чужого да да не за чужого надо было бы сказать с чужим да по правильнее так а то ли лизан капеха да с чужим ударил по рукам да заключился с ним договор какой договор ты поручился за ближнего своего да ты попался все через слова ты уст твоих ты пойман словами уст твоих да вот мы с вами говорили что что поручаться за другого это в принципе не неплохо не обязательно подозревать каждого человека конечно нужно действовать с умом но не обязательно подозревать каждого человека что он не исполнит договор не вернет деньги или что-то такое да а вот здесь в связи с дальнейшим развитием главы мы с вами сказали что речь идет об особой ситуации да когда человек поручился за своего ближнего с человеком человеку чужому с которым он не знаком с которым практически бесполезно разговаривать его интересует только исполнение договора и он поручился за ближнего что тот выполнит какую-то работу для этого чужого человека а ближний пошел и сказал тебе твоему поручителю он сказал так ты знаешь что я передумал я не хочу работать ты работай а я тебе заплачу вот то что то что он мне должен был заплатить за работу я переведу переведу тебе да и да это единственная возможная ситуация которая здесь представляется возникает без противоречий с логика и законом да почему поручаться плохо почему потому почему по до того как что-то еще произошло нужно бежать уже умолять ближнего чтобы он расторг договор почему да то есть не не переваливал ответственность на тебя почему это нужно делать да представляется как бы как от противного единственная возможная ситуация он тебя твой ближний поставил ситуацию когда ты должен делать чужую работу да сделай же сын мой так избавь себя как ты так как ты попался в руки ближнего твоего пойди унижайся умоляй ближнего твоего не давай сна глазам твоим и дрем и векам твоим спасайся как газель из руки охотника и как птицы из руки птицелова да да и мы с вами говорили о чем идет речь наставление царя шламот что человеку не следует делать не свою работу ту работу которая который 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 он не призван который у него не лежит сердце который он будет делать исключительно за деньги для того чтобы выйти из положения как-то избавиться от ситуации да мы с вами говорили что маше как бы приравнивал чужую работу ну не буквально а на таком духовном уровне он приравнил лог и до упакованства да зора чужая чужая работа в том смысле что ничего не дает душе не развивает душу да и только думаешь как одеваться да вот как как говорят да в законах о рабе нельзя сказать рабу копай копай до полудня да или копай до вечера да ему нужно сказать то есть это запрещено почему потому что это совсем уже унижает человека и показывает ему что ту работу которую которую он делает она она никому не нужна только нужно занять его время нужно нагрузить его да и в законах рабство это запрещено да дать понять человеку что работа которую он делает она никому она никому не нужна да вот это близкий здесь момент может быть не совсем аналогичный но близкий другой момент мы знаем что законы рабства учатся из того что делалось в египте что египтяне делали по отношению к евреям по отношению к рабам этого делать нельзя 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 возложить на человека нельзя возложить на на мужчину женскую работу на женщину возложить мужскую 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 работу да это как бы запрещено законами рабства то есть мы видим здесь да что принципиально принципиально важно принципиально важно чтобы человек 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 занимался работой которая приносит пользу это раз занимался работой которая свойственная ему и работой в которой он видит смысл которую он делает ради самой ради самой работы я не хочу возвращаться ко всему что мы говорили с вами к примерам да вот но все-таки хочу хочу еще раз взглянуть на текст чтобы понять что здесь речь идет именно об этом да то есть царь шламо говорит насколько важно насколько важно чтобы человек не работал только за деньги чтобы единственное что единственное что у него есть в голове это только деньги или как отделаться как побыстрее закончить 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 это конечно бывают жизни всякие ситуации и нужно прокормиться и нужно прокормить семью и это то что сейчас есть безусловно и всякий труд уважаем но но стремиться стремиться нужно к тому чтобы чтобы делать работу осмысленную которую ты делаешь не только которую ты делаешь только не только за деньги перестанут тебе платить ты будешь продолжать ее делать потому что это твоя жизнь ты ты привязан к этому да вот ты как бы это твоя просто жизненная потребность делать это тело которая которая полезно для окружающих которая дает пищу твоей душе дело которое ты делаешь как работу да вот и поэтому значит постарайся освободиться от чужой работы в которую ты попался да и вот и и а если что пойди к муравью и нет у него надсмотрщика да как мы говорили да муравей отличается тем что он работает уже и после того как он сделал запасы на на всю зиму гораздо больше чем он и его товарищи муравьи могут съесть за зиму он продолжает работать его ничто не остановит кроме вот и наступление наступление того времени как когда закрывается муравейник как мы помним из сказки бьянка да про муравишку вот который возвращался свой муравейник и торопился вернуться до того как он будет закрыть да то есть муравья ничто не не остановит возьми пример с него он не работает за деньги он не думает о том чтобы о том чтобы поесть только о том чтобы поесть потому что когда уже не большие запасы чему нужно смесь съесть он продолжает продолжает работать на постарайся работать не за деньги как муравлей похоже на муравья конечно не надо быть муравьем но глядя на муравья можно многому научиться и потом тоже мы с вами говорили что странные слова да коль ленивец будешь спать когда встанешь от сна твоего немного поспать немного подремать немного сложа руки полежать и придет как путник бедность твоя и нужда твоя как муж с оружием мы с вами говорили вот почему же плохо отдохнуть немножко да вот советском союзе был такой лозунг трудящиеся и ссср имеют право на отдых да есть понятие законный отдых есть то есть который должен быть предоставлен работнику есть отдых есть законный отдых есть оплачиваемый отдых вот то есть ничего ничего как бы нету предусыдительного в перерыве работы да здесь идет речь не о том здесь речь идет об ощущении человека да если ты если твой если твой отдых это для того чтобы спастись от этой работы которая тебе стала которая стала тебе ненавистно да и ты когда работаешь хочешь все время выходишь на на выходишь на на перекур да вот все время перекурить перекурить если кто-то работал в советских учреждениях он помнит этот момент когда ты место место для курения где-то в коридоре в какой-нибудь конторе где сидят инженеры да оно постоянно было полно полно людьми и полно людьми и окурками потому что да для многих эта работа была в тягость были люди которые работали им было интересно для многих это было в тягость они все что вся их жизнь была в этом в этом перекуре да то есть об этом ощущении человека царь шламок говорит иначе иначе непонятно примитивно и даже неправильно да то есть он говорит об ощущении человека что он все время хочет немножко передохнуть да чуть-чуть чуть-чуть отдохнуть да немного поспать немного подремать было бы хорошо если бы это ощущение не приходило к человеку постоянно вот немного сложа руки полежать да и придет как путник бедность твоя и нужда твоя как муж с оружием и понимаем что от небольшого перекура никто еще не обеднел и речь идет не о речь идет не о бедности материальной а речь идет о бедности духовной да вот если мы с вами ухватили этот кусок если он как-то нам лег более-менее да на душу не знаю да вот на сердце как говорят то это вели я вас уверяю это великое дело да мы можем взять это как одно из величайших достояний нашей жизни как клад да и и идти с этим развивая эту мысль разговаривать не обязательно кого-то наставлять и получать и требовать от кого-то но обсуждать этот момент да что человек в жизни должен работать да не должен ему же самому хорошо когда он работает не за деньги когда есть какая-то другая ценность да которая ценность которая иногда только его душа знает да вот тогда это это строит жизни это строит человека да потому что дальше царь шламо говорит о разрушительных последствиях которые которые оказывает на человека работа исключительно за деньги да и вот мы можем сейчас заранее представить человека у которого нету ценностей других да у него есть только деньги да он с утра приходит да на работу скажем да допустим поднимает телефон да и думает только о деньгах да вот и думает только сколько сколько он сколько он заработал не важно на чем ему совершенно не важно что он продал что он купил да такому человеку не важно кого он обманул да насколько он обманул да и и совершенно не важно насколько его бизнес который он построил он является является он является честным да позволю рассказать себе такой анекдот из таких относительно новых анекдотов про новых русских которые я уже слышал здесь в израиле говорят что сатан приходит к такому олигарху до новому русскому приходит такому олигарху и говорить ему давай я вот тебе организую покупку покупку сталилитейного завода очень задешево да плюс я тебе помогу в нефтяном бизнесе да а ты мне продает продай душу и вот этот новый олигарх думает думает сидит курит тоже да и потом говорит сатану да вот очень очень все хорошо смотрится но я не понимаю где ты меня кидаешь то есть анекдот примитивный но с другой стороны очень глубокий да когда человек думает только о выгоде ему совершенно все равно чем чем торговать и зачем торговать кому продавать да оружие продавать как мы знаем что многие люди нажились на при развале советского союза нажились на торговле с оружием да потом потом были у них суды в других странах неважно да все равно кому продавать что продавать прав неправ да продаст да вот и карл маркс как вы помните он определил свойства такого человека капиталиста как он называл да что капиталист продаст ту продаст ту веревку на которой его самого повесят да вот я не очень люблю это выражение не очень люблю капитал карла маркса но тем не менее для нашего урока это очень-очень годится для того чтобы понять глубину мысль царя шламок который мы сейчас обратимся к тексту это я то что я говорю это сейчас как в качестве в качестве ведения вот то есть для людей иногда в глазах людей человек который занимается бизнесом успешен в бизнесе да это вызывает уважение вот и мало кто задумывается о том а что за человек а как он себя как бы выхолостил всего да из-за того что вот он вошел в такую колею что он думает только только о деньгах где заработать где выгодить да вот не важно уже честно или не честно да и вот после этого ведения да мы тогда понимаем это с вами этот переход в общем довольно неожиданный да человек негодный человек живый ходит с извращенным с извращенными устами да это шламок предупреждает своего сына и своего ученика да занимайся занимайся делом которое ты ценишь да которое ты любишь и которое близко к твоей душе да а вокруг есть много людей которые которые не делают этого которые заняты только да можно сказать наживы да вот и человек который думает только о деньгах а не о пользе дела да вот он он превращается в негодного человека да бли айль на иврите без ерма да человек лживый иш авен человек который творит нечестие на иврите да ходит с извращенными устами да улех икшут пе извращенные уста по-русски может быть не очень хорошо звучит но формально похоже да с кривым ртом искривляет искривляет рот да здесь в этом есть либо либо пренебрежение окружающими да вот когда он разговаривает с кем-то и подговаривает на нечестный поступок и своего шу-тафа своего компаньона да мигает глазами своими говорит ногами своими говорит как он мелель-бераглав очень хорошо да говорил ногами своими да намеками своим на ногу под столом вот или отошел от одного пошел в другому да дает намеками своими ногами даёт знаки пальцами своими, да, это понятно, извращённое в сердце его, умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, да, то есть царь Шламо делает такой ход, да, что от нелюбимой работы, да, и это вот занятие нелюбимой работы, оно обязательно будет сопряжено с каким-то другим интересом, какой другой интерес может быть, то деньги, только деньги, и ещё раз деньги, и это, да, и это обязательно испортит человека, обязательно испортит человека, да, вот, и он будет передвигаться, как здесь описано, да, говорить ногами, показывать пальцами, передвигаться будет и среди честных людей, и среди подобных себе будет передвигаться, не думая, не думая о пользе дела, а только о том, как выгодить, не думая о тех средствах, которые он использует, да, к этому приведёт мысль о деньгах, о наживе исключительно, да, вот, и дальше такое предупреждение, вот я, я всё время думал, как объяснить вам, ну, думал, может быть, да, как, не то что объяснить, как убедить вас, да, вот подумал графически картинку, да, вот, да, картинку человека, который, картинку, как бы символическую картинку человека, который за долларом поползёт куда угодно, и не будет разбираться, по какому пути он идёт. Дальше. Зато внезапно придёт погибель его, вдруг будет сокрушён без исцеления. Опять же, смотрите, я попытался графически, не обижайтесь, если покажется немножко примитивным, я в каком смысле для себя. Вот во что превращается человек, который не думает о пользе дела, не ищет работу, которая близка его душе, а думает о деньгах. Он превращается в такого царя горы, который других спихивает, отпихивает от этой горы. Или вот такое изображение. Такое изображение. Вот мы представляем себе человека, несмотря на всю его серьёзность и сосредоточенность, мы понимаем, что он ради денег не остановится ни перед чем. Он, может быть, уже убивал ни одного, заказывал, как говорят. Вот я бы сказал это по его лицу. А царь Шламо говорит вот о чём сейчас, он к чему переходит. Он говорит, что непременно придёт сокрушение. Непременно придёт час, когда такой человек попадётся, потому что он нечестен. Он постоянно начинает совершать преступления. Да и есть много завистников, которые хотели бы занять его место и хотели бы его скинуть. И он не является человеком незаменимым, потому что прикладывать деньги с места на место могут многие. Это не то, что специалист, учёный, который любит своё дело и достиг в своём деле больших высот, его от этого дела оторвать нельзя, он незаменим. А этих можно заменить, и постоянно кто-то хочет их скинуть, так сказать, подсидеть. Но подсидеть это можно и в тюрьму отправить. А здесь я пытался вам показать, что происходит внутри у такого человека. Вот сейчас царь Шламо будет говорить о том, что происходит у него внутри. Ничего внутри не осталось, никаких других ценностей, кроме золота, золотых монет. Давайте с вами на секундочку вернёмся назад, вот к этому тексту. И вот Дайон говорит, царь Шламо, извращённое в сердце его, умышляет злоба всякое время, сеет раздоры, зато внезапно придёт погибель его, вдруг будет сокрушён. Без исцеления. И вот теперь царь Шламо говорит, что такой человек испортил свои качества души. Он не только поступал неправильно, он не только попался на каком-то деле, он испортил свои качества души настолько, что вот такие качества, которые у него разбились, они ненавистны Всевышнему. Вот шесть, что ненавидит Бог, и семь, что ненавидит на душе его. И это не семь людей, это семь качеств души, которые должны были быть прекрасные, великолепные. На первом месте среди качеств души всегда стоит милость, потом стоит строгость, сдержанность, которая ограничивает милость, потому что милостью не всегда достигнешь, так сказать, добра. Иногда нужны и ограничения. Самый яркий пример при воспитании ребёнка, если выклёсткивать на него только любовь, то его трудно так воспитать, нужна и строгость, и ограничения какие-то ставить перед ним. И вот качество души, которое есть у человека, это первое – это милость, потом строгость, потом есть следующее качество – это тифер, можно перевести его как великолепие, стремление к красоте, или стремление к красоте, или стремление сформировать такое человеческое достоинство, которое как раз формируется из правильного сочетания милости и строгости, и так далее. Есть семь качеств души человека, и все качества души у такого человека, который начал с того, что он не стал думать то, что свойственно ему, то, что его душе, то, в чём он может сделать наиболее правильные и полезные вещи для людей, а стал думать только о деньгах, и шёл и на любую работу. Не для того, чтобы найти потом своё, а для того, чтобы подняться и зарабатывать деньги. Вот такой человек извратил свою душу, и все качества души его ненавистны Всевышнему, семь качеств души, глаза гордые, гордыня. Человек, который стремится к деньгам, если он достиг чего-то, то, конечно, он смотрит свысока на остальных. Я не говорю о всех состоятельных людях, я говорю о тех людях, которые забыли, что в жизни есть другие ценности, кроме денег. И вот они богаты, а другие не так богаты, и они смотрят на них свысока. Язык живый, ну уж куда там быть правдивым, когда речь идёт только о деньгах, и руки, проливающие кровь невинной, это понятно, то есть совершенно не чуждается обмана, вот, и деньги на иврите в Торе иногда называются домим, кровь, да, потому что отнять у бедного последнее, это всё равно, что отнять жизнь, да, и вот руки, проливающие кровь невинную, не важно, что он причинил другим людям, да, и вот сердце, ующее злые замыслы, да, вот, понятно, что ты ничего доброго не желаешь другим, ни своим конкурентам, ни соперникам, и всем, кто оказывается рядом с ним, только зло, только падение, чтобы завладеть их капитальным состоянием. Ноги, быстро бегущие ко злу, да, то есть как только увидят какую-то возможность, да, обогатиться или даже навредить другому, чтобы скинуть его с его, так сказать, уровня пьедестала, вот с горы, как мы с вами видели такую иллюстрацию, да, вот, же свидетель, признающий ложь, да, у такого человека не будет никакого тормоза, да, чтобы соврать, произнести, оклеветать другого и сеющий раздоры между братьями. Естественно, он пойдет и скажет одному что-то плохое о другом, а тому скажет плохое о первом, да, пока не перессорит всех и не воспользуется ситуацией, которая создастся, да. Я еще раз вам хочу сказать, что мне представляется очень важным прочитать текст. Все как бы совершенно не маленькие дети, все могут сделать выводы сами, вот, но главное прочитать текст. О чем речь, да, вот, да, чтобы проникнуть в мысль человека, можно сказать, самого мудрого на свете, да, который добился самой большой мудрости, и не сам еще, а при помощи Всевышнего, так сказать, да, вот, на нем пребывал Божественный Дух, вот, понять его, да, он же не говорит о примитивных вещах, да, и вот если мы это поняли, мы поняли очень интересный ход в жизни, да, старайся заниматься тем, что близко тебе, да, вот, и, может быть, даже если какая-то работа попала тебе в руки, то найти в ней интерес, не думать все время о деньгах, да, не думать все время о наживе, да, вот, потому что если думать все время только о деньгах, да, то в результате будешь, как, упаси Бог, будешь как царь Митридат, который ко всему, к чему бы он не превратился, превращается в золото, и в конечном итоге это его приводит к трагедии, он прикасается к своей дочери, она превращается, превращается в золото, да, вот, да, а мы с вами бежим, бежим дальше, стараемся, стараемся пробраться дальше, да, и двадцатое предложение нашей главы, сын мой, храни заповедь отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей, да, здесь не общая посылка, потому что об общей посылке он уже говорил, царь Шламон, да, вот, почти в каждой главе он возвращается к этому, и в каждой главе он имеет в виду конкретно ту заповедь, о которой мы говорим, да, и конкретно то учение обсуждения той темы, о которой мы говорим, да, вот, и здесь, естественно, обсудив этот момент очень, очень тонкий, да, очень тонкий, который нужен его сыну, будущему царю, не только чтобы самому заниматься или не заниматься какими-то делами, заниматься делами близкими его сердцу и отодвигать дела далекие от его сердца, не только для этого, нужно понимать людей, да, нужно их видеть, да, нужно видеть человека, который хочет приложить, реализовать свои способности, да, быть полезным царю и стране, и нужно видеть человека, который очень похож на первого, но он совсем другой, да, он думает только о деньгах, да, и всё будет хорошо до того момента, когда он получит возможность нажиться или подставить ножку другому для того, чтобы подняться на ступеньку выше по карьерной лестнице, да, то есть для сына царя это нужно не только для себя, но и для того, чтобы разбираться в окружающем, да, и речь идёт об этой заповеди, храни заповедь отца твоего, да, вот помни, да, помни, помни о ней, да, здесь не шумел, еврейское слово, да, а не цол, не цол, вот действительно, это помнить, да, вот не, не, я бы даже перевёл не храни, а помни, помни об этой заповеди, заповеди, заповеди держаться за смысл в этой жизни, за осмысленную работу, да, и не отказывайся от учения матери твоей, да, вот отец скажет, ты старайся всегда, ты старайся всегда заниматься нужным делом, ты присматриваешься к людям, каковы они, да, это заповедь отца, а мать развернёт всё это, объяснит и сделает из посылки отца, да, целое учение, да, что бывает, когда человек отказывается от пути, которые свойственны ему, да, вот, в принципе, за этими словами царя Шламо скрывается ещё одна очень глубокая мысль, да, вот, мы можем представить себе, что разговор между людьми в литературе постоянно идёт о счастье, и это хорошо, и это правильно, да, человек создан для счастья, как птица для полёта, замечательно, да, но вопрос наш в том, что такое счастье. Естественно, вопрос примитивный, так сам по себе, но ответ я хочу дать не совсем примитивный, да, счастье, ощущение счастья у человека, да, бывает тогда, когда он исполняет своё предназначение. Каждый человек создан, каждый человек другой, нету одинаковых, да, нету одинаковых людей, особенно сыновья Израиля. В трактате Барахот говорится в последней главе, по-моему, если я не ошибаюсь, говорится, что человек, который видит собрание сыновей Израиля, это 600 тысяч, ну, это бывало в храме, да, так, конечно, трудно где-то увидеть собрание 600 тысяч. Вот, если кто-то видит 600 тысяч евреев, то он должен сказать благословение Баруха Хамалазим, благословен тот, который сотворил тайны, можно сказать, или которому ведомы тайны. А какая тайна ведома, да, дальше поясняется в Гемаре, что все люди разные, да, у всех кепарцуфимшаним, как доотейгемшаним, как их лица разные, так их и сознание разное, да, нет двух похожих. Вот, удивительное дело то, что все они называются собранием сыновей Израиля, что их что-то объединяет, да, об этом можно подумать, да, но то, что нам важно, да, что Всевышний знает тайны, да, и он создал всех разными, нету двух одинаковых творений, в этом мире, да, и когда доходит дело до сыновей Израиля, то эту идею и посылку надо умножить в миллион раз. Все они для Всевышнего, при лицом Всевышнего, как звёзды небесные, да, он выводит их по счёту и собирает их по счёту. Если кому-то может показаться, что звёзды, они одни и те же, светят одним светом, ну, чуть ярше, чуть меньше, то для Всевышнего это не так. Перед Всевышним он их все пересчитывает. Каждый имеет свою важность, да, и можно представить, что для Всевышнего каждая звезда имеет свой спектр, да. Вот это интересно то, что, скажем, да, в математике, в теории групп, как вы знаете, да, что два абсолютно одинаковых объекта, они рассматриваются как один, по крайней мере, к числу объектов, объект, который абсолютно похож на уже существующий, он не добавляет единицы к числу объектов, да. И это используется часто в нашей, это используется в нашей философии часто. Я извиняюсь, может быть, я немножко как-то ушёл в сторону, вот, но хочется поделиться с чем-то с вами, да, тоже связанным с текстом, да. Да, в нашей философии, как бы еврейской, это присутствует, что два абсолютно одинаковых объекта в духовном мире, они одно и то же, да. Вот, ну, не буду развивать мысль, хотя очень хочется, могу только сказать, что у меня дома две такие смешные, одинаковые коровы, такие фигурки коров, да, абсолютно одинаковые. Я всегда спрашиваю свою внучку, сколько здесь коров. Она говорит две, я ей всегда говорю одна, да, поскольку они абсолютно похожи, то с точки зрения теории группы, это одна корова. И вот так мы с ней до сих пор не договорились, она уже выросла, и мы с ней не договорились, сколько там коров. Прошу прощения, может быть, немножко разлёг вас, надеюсь, да. Давайте вернёмся к тексту, да, и навяжи их, да, храни заповедь отца твоего, что каждый должен заниматься своим делом, искать свой путь, своё дело, да, и уж, по крайней мере, не попадать в такую ситуацию, когда он работает исключительно за деньги или работает и ждёт, когда только будет перекур, перерыв, когда от этой работы можно будет отделаться. Это изнашивает душу, да. Человек, если не сто процентов, но он может попасть в ловушку, когда душа его сотрётся, качества души извратятся настолько, что они будут неприятны, такие качества души будут неприятны Всевышнему, да. Это то поучение, которое Шламон просит сохранить сына в сердце, вот. И навяжи их навсегда на сердце твоём, навяжи их на сердце своём, похоже, как тфелин, как будто привяжи на сердце своё, да. Очень часто и в Торе тоже алибабеха должно быть на сердце твоём, да. И тоже, и здесь тоже, алибха, да, кашрем алибха, побежи на сердце своё. А можно спросить себя, а почему на сердце, а почему не в сердце своём, да. Вот казалось бы, чтобы вещи, которые тебе близки, которые глубокие, они должны быть в сердце, да. Это правильно, да. Сначала навяжи на сердце своё, положи на сердце своё, и потом приложи усилие, чтобы это проникло в сердце, да, чтобы ты хранил это даже не на сердце, а в сердце, да. То есть это первый ход, навяжи на сердце, а потом хорошо бы, чтобы ты хранил это в сердце. Обвяжи имя шею твою, то есть говори об этом, передавай своим детям, учи учеников, да. Когда пойдёшь, будет руководить тобою, это заповедь. На любых путях она будет руководить тобою, потому что ты будешь думать, что полезно, а нигде я могу выгодать. Нигде я могу выгодать. Когда ляжешь спать, будет охранять тебя, и когда... Понятно, когда ляжешь спать, будет охранять тебя, потому что ты будешь спать спокойно, с чистой совестью, по крайней мере, поэтому. А когда пробудешься, будет беседовать с тобой То есть ты встанешь, и ты привыкнешь к тому, что ты будешь думать, что сделать полезного, а не как получить прибыль. Ибо заповедь светильник. Какая заповедь? Мудрецы, мы с вами, как здесь говорили, они берут в общем. Но с точки зрения понимания текста, текста – это конкретно заповедь, о которой мы здесь говорили, либо заповедь светильник. Вот это заповедь. Когда ты придерживаешься ее, думаешь о своем пути, думаешь о том, что ты делаешь, что этому какую-то пользу может принести людям, стране, в конце концов, семье, даже лично тебе какую-то может принести пользу духовную. Вот эта заповедь, она светильник. То есть она, держи ее все время в руках, как человек, который идет в темноте, и она тебе будет освещать путь вокруг тебя. И Тора – свет. А Тора, вся твоя Тора, которая у тебя есть, она свет. И светильник здесь нер, свеча. Мы знаем, что свеча, она освещает, даже если она немножко освещает путь или, скажем, предметы, которые непосредственно под ногами человека, которые чуть-чуть на расстоянии, все равно это близко. Тора – свет, она освещает тебе глобально путь, указывает глобальные идеи, глобальные мысли. Вот заповедь, ориентация на то, чтобы не искать выгоду, а искать то, что правильно и то, что близко твоей душе. Это светильник, который тебе показывает, куда наступить сейчас, в следующий момент. А Тора – свет, который намечает цель. И если у тебя в руках есть этот светильник, то и Тора, которая у тебя, она будет светом и поможет тебе наметить дальнюю цель. И назидательное обличение – путь жизни. А если не всегда все получается, то ты воспринимай жизнь как поучение. И советы других воспринимай как поучение. И жизнь тоже анализируй, что ты не так сделал, где ты пошел не так. Вот как у Высоцкого тоже поется, ведь жизнь покажет, ведь жизнь научит. Или накажет, жизнь научит. Чтобы остерегать тебя от женщины злой, от стимула языка чужой. И здесь царь Шламо делает еще один ход, который тоже совершенно нетривиальный. Ну, хорошо, отстерегать тебя от женщины, чтобы... Вот, давайте. Вот, женщины дурной. Мехалокат на шон на хрия от, так сказать, гладкости языка чужой. Да, чужой. Очень интересно. С чего это вдруг сейчас? Разговор о том же... Разговор о том же самом. Разговор о том же самом. Можно увидеть здесь... Можно увидеть здесь конкретный разговор о женщине, потому что человек, который не видит ценностей настоящих в жизни, он не видит настоящей ценности и в женщине, в жене. В жене. А может быть, он ищет уже и не жену, и какую-то женщину. И он не может увидеть в ней ценности. И она в нём не видит ценности. Она в нём видит деньги. Она в нём видит положение. Собственное достоинство. Вот, она вышла замуж за олигарха. Но она чужая. Она здесь названа чужая. Это не та женщина, с которой у тебя есть духовная связь. Она прилепилась к тебе из-за денег так, что ты сам не заметил. Язык у неё гладкий, листивый. Она не будет тебе говорить о твоих недостатках. Она не будет ссориться с тобой из-за каких-то духовных моментов. Она, у неё язык гладкий. Она как это, да, просто душка, лапочка. Всё, что угодно, всё, что пожелаешь. Чужая женщина. От неё нужно уберечься. Именно, скажем, да, и речь здесь потому, что это продолжение пути человека, который думает о деньгах, о положении своём в обществе, о выгоде и ни о чём другом. Ну, опять я думал, как же вас убедить, что речь идёт именно об этом. И ничего более умного, чем вот такая примитивная картинка, я не нашёл. Да, вот, как бы, такой типаж мужа состоятельного, который может купить всё, что хочет, да, и за ним жена, которой важно прежде всего, ну, может быть, не единственное, но прежде всего важно, чтобы он купил ей всё, что она, всё, что она хочет. Да, жена, женщина чужая, не та женщина, которая предназначена тебе, которая предназначена тебе Всевышним, да. Вот здесь можно развернуть трактацию та разговору о женщине, которая о предназначении, да. И вот мы знаем, что рабе Акива сказал, что когда его спросила какая-то Матрона, не еврейская женщина, спросила, чем Всевышний занимается после того, как он сотворил мир, он сказал, что Всевышний сидит и подбирает пары, да, Матрона сказала, что... Матрона, я говорю, как в Гемаре, да, Матрона сказала, что она тоже может, и вот она переженела всех своих рабов, да, и на следующий день в доме начался такой балаган, что она отказалась от этой идеи. То есть мы понимаем, что есть предназначение, есть пары, да, а есть женщина, есть женщина чужая, да. Раф в трактате Сута на втором листе говорит о том, что за 40 дней до того, как сформировался человек в очлеве матери, звучит с небес голос, который говорит, что бай плони ли плони, саде плони ли плони, что дом такого-то предназначен такому-то, да. Ну, тут трудно сказать, что он отберет у него этот дом, или, может быть, речь идет о доме отца, который он унаследует, да. Но в любом случае Всевышний определяет человеку дом, определяет поле и определяет жену при его рождении, да. Вот. Естественно, что это не 100%, всегда есть свобода выбора, да. Вот. Но в любом случае, если Всевышний определяет, то это хорошо, хорошо для человека, это та женщина, которая ему нужна, которая ему предназначена, да. А эта женщина чужая, да, лошон нахрия, язык чужой женщины, да. Это потрясающая посылка, да. Для меня Мишлей как бы поет не меньше, чем Широ Ширим, чем песнь, песнь царя Шламо поет, да. Да. Одно только это представить себе, что чужая женщина, да, она тебе не нужна. И по секрету говорят, ты ей тоже не нужен, да. Ей нужны твои деньги, да. Есть такой фильм «Приходи на меня посмотреть», замечательный фильм с замечательными актерами, да. И вот там один олигарх объясняет женщине, что у него, женщине, которую он встретил, что у него есть женщина, да. И он говорит, ну, ей же не замуж нужно выйти, ей нужно вдоветь, да. То есть она хочет выйти за него замуж и хочет, чтобы он поскорее умер. И это тоже бывает, да. И это может быть в голове и у этой женщины, да. Не знаю, препарацию черепа не делал, но вполне вероятно, да. Вот. Мне очень хочется заразить вас, скажем, восторгом от глубины мысли Шламо, от его совершенно неожиданных и нитриальных переходов. Не знаю, насколько мне это удается. Да, я уже стал прибегать к картинкам примитивным, останавливаюсь. Если есть какие-то вопросы, буду очень рад. Вот. Мне кажется, что здесь сюжет не для ни одного спектакля, да, или какого-то сериала, да. Все время, в последнее время, как бы, да, когда сталкиваешься с текстом, кажется, что ты имеешь дело со сценарием. Где-то там, да, вырисовывается сценарий. Хорошо. Хорошо. Ладно. Если нет вопросов, мы с вами остановимся, да. Если что-то не так, не согласны, да, или потом подумали, что это неправильно, это не так, да, вот здесь заявил, дед перегнул палку, да. Обманул нас. Пишите, разберемся, вот. Я для себя уверен, что я вас ни в коем случае не обманул, наоборот. Мы как бы затрагиваем самую глубину, самую суть, да. Вот. Всегда представляется, что есть много комментариев. Можешь посмотреть так и так. Говорят 70 лиц у Торы. Это безусловно, я это не отрицаю, но всегда представляю себе круг и центральную точку, да. 70 лиц они по кругу, да. Если ты затронул центральную точку, то ты всё понял, всё остальное ты уже потом можешь рассматривать, как бы каждый алмаз, каждый камешек в том свете, который ты уже открыл. Если ты не открыл свет, то очень трудно перебирать эти драгоценные камушки, да, что вот так, чтобы они что-то тебе дали, дали твоей душе. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Поговорим, посмотрим, как у нас следующее занятие, да, вот, и договоримся тогда. Натану, всегда спасибо за поддержку, да, вот, и жду встречи с вами, и, конечно, обязательно хочу пожелать всем Нового года хорошего, замечательного, да, чтобы он продолжался, как этот год затеканчивается, чтобы они взрывались сами, да, вот, а мы были благополучны. Аминь. Спасибо большое. Суроту-вод, суроту-вод, всем счастливым пока, спасибо, спасибо.